Безопасное пребывание детей в школе вопрос номер один. В связи с трагедией, случившейся в Татарстане, в ульяновских школах ужесточили пропускной контроль. Проводятся беседы с работниками охраны и педагогическим составом. В ближайшие дни пройдет практическая отработка действий в экстренных ситуациях. В школе номер 6 система выстроена четко. Школа оборудована у нас на сегодняшний день всеми необходимыми средствами охраны и предупреждения чрезвычайных происшествий. Это пожарная сигнализация, тревожная кнопка, которая выходит на пульт Росгвардии, ну и металлодетектор, который работает у нас на постоянной основе. 26 камер позволяют постоянно держать ситуацию под контролем. Днем в школе работает вахтер, который регулярно обходит здания и проверяет запасные выходы. Необходимо уже зачитать меры, необходимо обязательно привести дополнительные инструктажи, обязательно поработать и с педагогами, и с детьми, и с родителями. И, конечно, эта работа должна проходить постоянно, потому что вчерашний страшный случай, который поверг нас в очень тяжелую ситуацию, говорит о том, что работники образовательной организации должны быть бдительны всегда. На сегодняшний день все образовательные организации региона имеют охрану и паспорт безопасности. Во всех учреждениях установлено видеонаблюдение. 839 объектов оборудованы тревожной кнопкой. Камеры, которые считывают лица, отправляют данные на центральный пульт управления, установлены в 151 образовательном заведении. В 73 школах стоят турникеты. В прошлом году на работу систему безопасности выделили 36 миллионов рублей. Оборудование есть в первой гимназии. Мы видим и тревожные кнопки, и металлоискатели, и физическая охрана. Мы, естественно, пересмотрели все свои инструкции. Мы провели инструктажи внеочередные с охранниками, с вахтерами, с ночными сторожами. Только совместными усилиями получится избежать повтора подобных ситуаций. Не стоит забывать про работу психологов. На данный момент в каждой образовательной организации Ульяновска работают специалисты, которые в любое время готовы оказать психологическую помощь учащимся. Будьте внимательны и небезразличны к окружающим вас людям.